Здравствуйте! Вы смотрите программу «Моя планета». С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в театральной студии «Дебют» с нашей последней встречи. Здесь произошли очень интересные события. Обо всем сегодня подробно поговорим с режиссерами и актерами студии. Здравствуйте, Наталья Валерьевна! Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Очень рада вас всех видеть. Наталья Валерьевна, не случайно здесь такой очень разный контингент, я бы так сказала. Из разных групп актеры у нас присутствуют. Есть и совсем юные актеры, и уже мэтры своего дела, выпускники. Наталья Валерьевна, давайте об этом, наверное, поговорим. Кто сегодня с нами? Вы знаете, сегодня такая необычная встреча, и мы очень стремились к тому, чтобы она состоялась. Потому что именно в октябре, 8 лет тому назад, легко считать, потому что 2010 год, начала существовать, начала действовать, развиваться театральная студия «Дебют». И тогда, конечно, вот таких больших ребяток, которых вы наблюдаете, не было, не было. Они пришли к нам маленькими. Вот эти, вот сидят рядышком. Глеб Кулагин, Наденька Пилиповичес, Максим Козлов. Они были первоклассниками, понимаете? И это время так незаметно пролетело, и ребятки, которые сидят в нижнем ряду, они тоже были маленькими. Правда, некоторые из них пришли попозже, но это не мешало им заниматься в театральной студии практически 6-7-5 лет. И вот сегодня здесь собрались... И выпускники. Так выпускники. У меня же очень грустное состояние сегодня. Вы знаете, какое трудное? Как трудно начался сезон? Пять человек, замечательных ребят, которые играли главные роли и вообще ведущими были во многих спектаклях, ушли в институты. Они вам сегодня это расскажут. А одна наша, первая наша звездочка актерская уже в этом поколении, вы моих других учеников знаете, Сашенька Лискина, поступила на актерский факультет. На актерский факультет Института современного искусства к очень хорошему педагогу Дарья Михайлов. И сегодня вырвалась со своих лекций, примечалась к нам. Так что получилось? Получилось, что старшая группа как бы стала народу меньше в ней. Меньше. Вот Саша Перков, я знаю, грустит просто, сидит, потому что он у нас вдруг стал самым взрослым. Ну он и так большой мальчик, но стал взрослым. И соединились две группы. Те, кто был средними, они все время говорили, ну когда мы будем старшими? Ну когда мы будем старшими? И вот теперь они... Это произошло. Это произошло, да, это произошло. Но у нас уже давно существует такая традиция, и вот особенно в предыдущем сезоне мы это практиковали. У нас играли ребята в концертных, в спектаклях из разных групп. Вот сегодня здесь присутствует Андрей Мусатов. И об этом я тоже должна сказать, потому что у нас есть династии. Вот Андрей Мусатов и Илья Мусатов, студент ныне. А они сыграли вместе с братом, как это напоследок, пока Юрюша не ушел, студенты, они сыграли даже в одном спектакле, они сыграли в Золушке. А Максим Козлов привел к нам своего младшего замечательного брата, Федора Козлова. Можно он скажет несколько слов, что он же только недавно в студии, вот второй год. Можно он несколько слов вам скажет о том, что они готовят в своей группе, это же отдельное государство. Феденька, скажи, пожалуйста, нам, к чему вы с ребятами, к какому концерту что готовите? Мы готовимся к мюзиклу «Веселый огород». Федя, что такое «Веселый огород»? И давай, наверное, начнем с того, почему ты решил прийти в театральную студию. Ты все-таки сам захотел или это было желание брата, возможно, мамы? Как так произошло? Ну, маму было желание. То есть все-таки захотела мама, чтобы ты стал кем? Актером? Угу. Или веселым овощем или фруктом? Я уже не знаю. Какую роль играешь ты в мюзикле? Чесноком. Чему учат вас Наталья Валерьевна и Ирина Валерьевна? Ну, учат, как появились, родки, например. Да, скороговорки мы учим, да? Да. Максим, сейчас в театральной студии занимаешься не только ты, но и твой младший брат. Вот ты эту идею продолжения твоего творческого пути поддержал сразу? Да, сразу. Вот когда Федя приходит домой с занятий, чем он делится с тобой, что он рассказывает, ты у него спрашиваешь, возможно, помогаешь. Вот как он меняется, растет благодаря театральной студии дебют? Я очень рад, что мой брат тоже пришел в театральную студию, то, что он развивается. А что дала непосредственно тебе театральная студия? Чему ты научился за это время и сколько лет ты уже играешь на сцене? Я научился не стесняться говорить, стал более раскрепощенным, может быть. И я занимаюсь лет шесть, наверное, пять. Корабли лавировали, 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 да и не вылавировали. Попугая не пугают, попугая не пугают, попугая не пугают. Попугая не пугают Попугая не пугают Попугая не пугают Вот такие у нас интересные династии существуют И Андрюшенька, ну про Мусатова я сказала И еще есть такая интересная у нас история Когда соединяются ребятки Вот сидит Кристиночка Мгеброва А вот с Сашенькой рядом сидит у нас Василий Гушель И они сыграли очень интересный номер Но для вас это вообще не новая форма Когда вы объединяете актеров из разных групп С разных возрастных групп что немаловажно И наверное это тоже дает свои плоды Для малышей они тянутся вверх Потому что они сразу себя чувствуют Именно в большом коллективе Потому что когда они играют в разных группах Это как маленькие государства И вот когда они выходят на сцену И видят что их много Вот это для них конечно очень здорово Кто это у кровати Раскашнется Скажите Вы дедушка кроват Это вы мне снитесь, да? А может быть и не снюсь? Ты почем знаешь? Нет, снитесь Во-первых Сквозь вашу жилетку Обои видела А во-вторых Тошные фу на облаке В коротку поплывают И еще ночью Консьержа у вас с облаками Ни за что бы не пустила А на сырости Очень мне Люся Ишь ты какая умная, Люся Откуда вы знаете Как меня зовут? Догадался Очень твое имя К тебе подходит Маленькая На щеках ямочки Люся да и только Спасибо, дедушка Я очень Очень рада, что вы пришли Шоколадку хотите? У меня под вашими баснями Всегда плиточка Проснусь, поживем и опять же Не хотите? Слушайте, дедушка У меня много-премного вопросов Очень мне ваши басни нравятся Очень Больше китайские собачки Но вы только больно спросите Спрашивайте Например Ворона и лисицы Я была в Парижском зоологическом саду Нарочно проверяла Принесла с собой тортин Сыром Ссунула лисица в клетку А она не ест Ни за что не хотела есть Что же она лезла в Воронеже Со своими комплиментами Ах, шейка Ах, глазки Скажите, пожалуйста Не ест, говоришь, сыром Ишь ты, я-то и не подумал И Олаф Антена Который басни по-французски писал Тоже сыром Что же делать, Люся? Очень просто Надо так В Воронеже, где-то Бог Послан кусочек мяса Поняли? Потом лисица и виноград Да и винограду с собой Песточку принесла В зоологический сад Не ест В рот не берет Чего же она Отчего же у нее глаза и зубы Разгорелись? Что же делать-то, патруль? Надо так Пусть на высокой ветке Сидят цыплята Внизу лисица Рыбе слиться А они и нос показывают Ладно, ишь ты, какая шустрая девочка Что еще? Спрашивай Лебедь, щука и рак Как вы думаете, дедушка Если бы они все в одну сторону Протянули Телега-то покатилась? Ну, как тебе сказать? Ни за что бы не покатилась Мы летом Жили на даче у океана На берегу стояла Целега-то мясника Боря храбрый Привязал к телегам Собаку, гуся и котенка Стали мы их погонять А они все в эту сторону А телега Ни с места Вот вам и мораль Эх, Люся Я думал, что ты умная А ты совсем еще козявка Слона, что ли, мне запрягать? Совсем я не козявка Слона не надо Можно иначе Однажды Вол, медведь и лошадь Вести с поклажей Вот взялись Ха-ха-ха Пуговка Да ты бы, Люся Лучше сама басни писала А то мне после тебя Все басни перешивать придется Кристина Расскажи, не страшно ли тебе было Выходить на одну сцену С мэтром театральной студии С Василием Вообще, как вы с ним взаимодействовали? Все ли у вас получилось? Как все происходило? Ну, я старалась не стесняться Хотя было очень страшно Играть с таким уже Большим, как бы, человеком Но я преодолела свой страх И, наверное, у меня все получилось Кристина, чему ты научилась Вот в процессе подготовки Этой работы? Я научилась Хорошо все делать Не стесняться Говорить все четко Тебе понравилось? Да, мне очень понравилось А вот, а то, о чем Говорила Наталья Валерьевна Ну, ты почувствовала, что Благодаря работе И взаимодействию именно с Василием Да, ты как-то, ну вот Выросла в профессиональном смысле Ну, да Благодаря Наталье Валерьевне Я не стеснялась Она меня всегда поддерживала Аплодисменты были? Да, много Мне Люся очень понравилась Такая Любит басни Крылова Такая мечтательная Воображала Хорошая девочка, да? Да Она, я думаю, она на меня чуть-чуть похожа Ну, первый, наверное, вопрос, который мне бы хотелось сегодня тебе задать Конечно же, это не касаемо отрывка твоей игры с Кристиной А немножко другого Ты сейчас студент Сейчас в твоей жизни театральной студии дебют Ну, уже по объективным причинам нет В том количестве, в котором было Что ты чувствуешь? Скучаешь ли? Вот как это быть вне театра? Я ходил на занятия в театральную студию дебют на протяжении пяти лет И это стало неотъемлемой частью моей жизни И когда я поступил в университет То я начал чувствовать, что что-то мне не хватает Какая-то вот образовалась пустота В моем типичном расписании недели И теперь мне ее приходится чем-то заполнять Ну, скажем, книгами там Или чем-то другим таким, связанным с искусством Что тебе дали вот эти занятия? Эти пять лет, которые ты посвятил театру? Ну, эти пять лет Они мне дали На самом деле очень многое И в первую очередь это умение выражать свои мысли Именно так, как они сформированы у меня в голове Потому что это очень расширяет Занятия здесь Очень расширяют диапазон возможностей разговора Словарный запас И различную мимику и жесты Не завидуешь ли ты тем ребятам Которые в этом году будут Ну, собственно, уже Находиться на твоем месте Играть роли, которые когда-то исполнял ты Которые будут продолжать делать то дело Которое, но ты, к сожалению Опять же, я повторюсь В силу объективных причин Ты вырос, тебе нужно получать образование Поэтому пришлось оставить театральную студию Да, вы знаете, с годами Как бы это и не звучало сегодня Белой завистью, исключительно белой завистью Завидую тем, кто вместо меня теперь В этих стенах будет представлять данную театральную студию Ну, я думаю, что не за горами юбилей театральной студии И наверняка у режиссеров есть такие идеи Чтобы вас собрать и, возможно, что-то сделать совместное Ну, и, конечно же, несколько слов о работе Взаимодействии с Кристиной И вообще вот об этом укладе в студии Когда взрослые ребята ставятся в пару с малышами Как это все происходит? Насколько это сложно? Или, наоборот, легко? Интересно, неинтересно? Ну, опыт очень интересный Потому что, когда ты работаешь с людьми Которые имеют примерно такой же опыт, как и ты То вы находитесь, например, на одном уровне, так сказать, профессионализма То есть здесь уже нет места прямо такому, я бы сказал, энтузиазму Или чему-то в этом роде А когда я работал с Кристиной Я видел, что малое количество опыта Оно с лихвой компенсируется Вот этим вот неподдельным энтузиазмом И интересом, с которым новички начинают Какое-то непривычное для себя деятельность Которая их увлекает Товарищи, одну минуту Ну что, идут? Неудобно так затягивать Пройдите в поезд Как-нибудь вежливо наметните А, идут Пожалуйста, товарищи Мне что вы, очень приятно Ну, несущественно Ой, одну минуту, даже полчаса Это ж не поезд, всегда можно задержать Каждый понимает, в такое время живем Вы смотрите первое, второе У нас всех, конечно, задержут впечатления Вообще без вариантов Ну, ничего Ничего Мы вот говорим с Иваном Ивановичем Остро схвачено Подмечено, но Все-таки это как-то не то Так ведь это все можно исправить Мы всегда стремимся Вы только сделаете конкретное указание Мы, конечно же, оглянуться не успеете Но в жизни так не бывает Скажем, этот ваш Товарищ Победоносик Изображен, судя по всему Ответственный товарищ Но Как-то Вы его показали В таком свете И назвали еще как-то Главночку Не бывает у нас таких Ни натуральных Ни жизненно Ни похожих Это надо Переделать Смягчить Апоэтизировать У тебя же Гублит Да Да У вас есть телефон? Я позвонил Федоровичу А он, конечно, подел Вас вечер Что вы? Что вы, товарищи? Ведь это в порядке Опубликованный самокритикой И с разрешения Гублита Выгодил только В виде исключения Литературный Отрезательный ТИФ Как вы сказали ТИФ? Это же Разве так можно говорить Про Высокопоставленного Государственного деятеля ТИФ? Это что-то Не ТИФ А поставленный Упроводящими органами Главночку А вы ТИФ И если В его действиях Имеются Против законного нарушения Ну Надо сообщить Куда следует Предмет разбирательства Но Выводить на всеобщее Послышавшим Тиадным Товарищ Вы совершенно правы Но ведь это Похоже действия Действия Какие-таки действия Да и потом Надо показывать И следующее В сторону В нашей действительности Взять например Наше учреждение В котором я работаю Или меня Да Вы пойдите В его учреждение Деректиры Выполняются Циркуляры Проводятся Бумаги Годами В полном порядке Настоящий угол Социализма Судивительно Интересно Ну товарищ Позвольте Не позволю Не имею права И даже удивляюсь Как это вообще Вам позволили Это даже Дискведитирует У нас перед Европой Это вы Не переводите Пожалуйста Нет-нет Он нравится Он поел Икры В Алгите Теперь Тремль Товарищ Не поймите Нас плохо Но мы хотели Поставить Враждеатр На службу Борьбы И строительства Посмотрят И заработают Посмотрят И взблагоражатся Посмотрят И разоблачат А я вас попрошу От имени всех Рабочих и христиан Меня не будоражат Подумаешь Будильник Вы должны Мне ласкать Ух А не будораж Ваше дело Ласкать Глаз А не будораж Да-да Ласкать Мы хотим отдохнуть Последок Государственной И общественной Делательности Назад Классикам Учитесь У величайших Вене Проклятого Прошлого Сколько раз Помните Как пел Поэт После разных Заседаний Нам не радость Не пычай По предыдущим Нежеланий Нам не радость Не пычай По предыдущим Нежеланий Нам не радость Не пычай Да Искусство Должно Ображать Жизнь Красивую Жизнь Красивых Живых Людей Даже Если Это Нужно Для Экатрации Не гонит Живота Или Показать Например Что у них в Париже Жене делами Золоток Фокстрон Или какие юбки Нового фасона Носят Старые Закреплявшими Гомбур Паяц Да Да Сделайте Нам красиво В Большом театре Нам постоянно Делать красиво Вы Не были на Красном Мафе Так Я был на Красном Мафе Везде Цветами поют Танцы Подхайты Разные Эльфы И Сифилиды Сифилиды Вы хотели сказать О Да Да А это Вы хорошо Заветели Сифилиды Да Надо открыть широкую компанию Да 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 Тают Танцуют Разные Эльфы Свельфы Простите Но эльфов было уже много Но относительно отдыха Я вас конечно понимаю Вот например И так называемый Товарищ Победоносников Если дать ему Щекотящую тему Может всех Разохотать Я сейчас же сделаю Пару Казани И роль просто Разомазится Товарищ Победоносников Возьмите в руки Какие-нибудь Три-четыре предмета Например Ручку Подпись Помогу И Формак Сıt Брозайки ручку Берите помогу Ставьте подпись Подайте фармаксимум Ловите ручку Берите помогу Ставьте Формак Раз Два Три Четыре Соб 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 Зд 완� Rail На該 Саша, ты поступила, наверное, осуществила не только свое желание, но, наверное, в большей степени даже желание твоих педагогов. Ты поступила на актерский факультет. Как тебе это удалось, Саша? Что-то нереальное. Да нет, в принципе, поступить всегда реально. Главное знать, что ты желаешь, что ты стремишься, что у тебя есть достаточно внимания и что ты получаешь от этого удовольствие. Ну и, конечно же, нужна для этого подготовка обязательно, что и дала мне студия для этого. Но все-таки вот то желание стать и выбрать путь актера, это было сформировано благодаря занятиям именно в театральной студии «Дебют»? Конечно, да. Это самый большой вклад в студии, наверное. Она дает силы и дает такую огромную мотивацию стремиться стать актером, добиться своей мечты, желаемого. Так что да. Расскажи о занятиях уже второй месяц обучения. Как у тебя все проходит? Устаешь, не устаешь? Какие предметы? Вот как теперь проходит твоя жизнь? Не разочаровалась ли ты в выбранном пути? Саша? Нет, я не разочарована ни капли, но, конечно, актерский труд – это огромная-огромная работа, прежде всего, над собой. И, конечно, это в какой-то степени давит на все, на моральное и на физическое. Также это включает занятия, как и само актерское мастерство, которое дало нам студии, которое дает больше всего понимания того. Но это лишь малая часть. Все остальные составляющие этого – это также танец, это сценическое движение, сценическая речь, вокал. И остальные внепрофильные занятия по развитию кругозора, например, история культуры, искусства. То есть это многоплановая, широкая профессия. Она включает в себя столько возможного. Но главное – это, конечно, работа над собой. Это исследование себя, актера на первом курсе обязательно. Первые же месяцы ты познаешь себя и себя вокруг. Ну, мы желаем тебе успехов. И, конечно же, хочется видеть тебя, исполняющую главные роли не только в театре, но и кино. Будем ждать твоих успешных премьер, дебютов. И будем, конечно же, искренне радоваться. Лес рубят, щепки летят. Да я сейчас же прямо в главном управлении по согласованию. Я сейчас же скажу Николаю Игнатьичу. А если он откажет, я буду говорить самим Павлом Варфоловеевичем. У вас есть телефон? Ах, у вас нет телефона. Маленькие недостатки механизма. Ах, а какие механизмы в Швейцарии? Вы бывали в Швейцарии? Я был в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно. Удивительно интересно. Это все хорошо. Рам из двери в дверь лес не дошел туда. Берем вам червонцы. Мистер Бонд Кич говорит, что если вам нужны червонцы... Ему, ему не нужны червонцы. Я только что для него взбегал его с вами. Здесь выберу по два, здесь по три, а здесь одни тысячи червонцевые лежат. Так что ваши деньги ему ничем. Я очень попрошу вас чуточку тарта. С вашими комсомольскими замашками на злее пришли еще один раз век. Огромный международный флик. Футбай. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok